всем привет друзья мы на канале породные куры варенгурже меня зовут вадим 10 января прошло вечернее кормление такой небольшой видео ответ значит под предыдущим видео было два вопроса по пушкинской породи кур значит одна женщина пишет до этого держала несушек фабричных никаких проблем не было завела пушкинских болеют чихают падешь в общем разочаровалась вернусь назад к несушкам и второй вопрос завела пушкинских кур им сейчас уже девять месяцев несутся очень слабо яйцо очень мелкая так ли это вот видите оплот дети отвернитесь так ли это на самом деле или это у меня что-то не так с курицей ли она такая на самом деле есть значит вот мы сейчас находимся в отсеке у пушкинской породы кур 12 лет у меня в хозяйстве эта порода куры ни на один ни один раз я не разочаровался что завел эту породу кур это работяга курочка трудяга то есть никогда не подведет беспроигрышный вариант всегда накормит семью вкусным не мелким яйцом как там она горит мелкое яйцо конечно этот как только занесутся заносится они это зависит от многих факторов но как мы ухаживаем короче но сама рана у меня заносилась четыре с половиной месяца но к 6 месяцам занесется обязательно вот но это зависит от нашего ухода чем кормим как кормим вот как только занесется яйцо конечно мелкое как теннисные мячики там 45 50 грамм но в течение двух месяцев они разносятся и яйцо становится красивое имеет хороший товарный вид вот у кур который на втором году вот эти вот тут от молодки он прошлогодний куры то есть уже им второй год у них яйцо 65 70 грамм вот такое яйцо вот у молодок у этих сейчас где-то но они занеслись буквально вот в декабре месяце вот некоторые из них прям перед новым годом занеслись сейчас где-то у них яйцо 55 56 вот так вот в это в это плюс минус короче но они только занеслись вот несутся хорошо тут у меня вот 8 курочек вот смотрите 8 курочек кормлю я их не полно рационным там фабричным комбикормом а своей зерно смесью были бы на комбикорм яйценоскость была бы получше но сейчас вот у них где-то получается 5 6 яич этих яиц в день вот вот такая яйценоскость меня это вполне устраивает вот за что им огромное спасибо вот такой вот они имеют вот хлопец у нас работящий вот такой вот вид классическая курочка ряба да этот курочки потемнее вот вот который посветлее это прошлогодний тут две курочки прошлогодних вот это шесть молодок и две прошлогодних вот курочка ряба петушки посветлее и с темненькими пятнышками вот этот петушок посветлее тот маленько потемнее тут был другой петух был капитальный такой петух ну вот я говорил предыдущих обзорах смотрю начал хереть 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 да ты тоже них неплохой думаешь я тебя хаю что ли нет и мы его убрали у него была там в пищеводе кость встряла где-то нашел косточку застряла косточка вот пришлось убрать этот запасной петух поэтому всегда оставляем запасных петухов петухи очень активные в описании пишут до 25 курочек может обработать я 25 не пробовал 18 кур у меня было в одной семье а плод был очень хороший вот значит допустим и листовидный гребень тоже ну как там вот пишут я не помню если выводе 80 чем-то процентов должно быть розовидного и допустимо там сколько-то процентов листовидного это ничего страшно ну вот хорошо переносит зимы в неотапливаемых сараях вот у меня сара не топится птица себя вот чувствует видите не видно что она замерзла сейчас на улице вот у нас уже там 26 27 вечер вот ночью обещают за 30 вот вот они как себя чувствуют вот они гуляют вот с розовидным гребнем лучше переносит холода поэтому я оставляю розовидных хотя один раз у меня был листовидный те как по описанию вроде как более активные но и эти куда к черту дуркует нормально вот по яйценоскости сказал это все не из книги я их держу 12 лет то есть никакой булды нету вот то что там первая женщина писала хлипкие фабричная несушка была нормально этой хлипки я не знаю это какое-то описание вообще вы как будто не про пушкинских говорите вот за это время как я их держу у меня было еще очень много всяких пород но вот почему-то я с ними распрощался эти вот остаются 12 лет крепкая сильная ну-ка отойдите туда лезете под крепкая хорошо переносит как вирусные так и простудные заболевания то есть лупятся хорошо оплот хороший я не знаю как у них практически нет недостатков вот относится она как вроде как по описанию к яичной но я бы ее больше отнес к яичным потому что курочки ведь и не такие уж маленькие единственный недостаток их они вот кипишные но эти вот со мной подружились я постоянно тут с ними копошусь они вот меня доверяют ведь вот плотную подходят вот эти у меня не такие кипишные в прошлом году были по кипишнее вот вот единственный недостаток который я бы мог сказать то что они с прибабахом вот а так не вижу недостатков одни плюсы одни плюсы вот поэтому когда я вчера прочитал эти два комментарии я говорю как будто говорят про другую какую-то курицу вот я рассказал то что было и есть с моими курочками вот несутся хорошо крепкие вот как-то так вот как-то так вот прошлом году у меня было три семьи и в этом году что-то оставил две ну вот когда поперла цена на яйцо я пожалел сработала во мне буржуйская жилка говорю вот придурок вот на тот год я их увеличу вообще я хочу вот у меня такая задумка но каждый раз я вот уже говорил каждый раз срабатывает хотелка вот в этом сарае занять его полностью пушкинскими а тут сарай полностью занять сорско сельскими вот этот вообще была бы бомба сейчас будут яйцо ведрами собирал потому что две беспроигрышных курицы вот как то так все всем спасибо за просмотр до новых встреч вот а этим девчонкам которые задали такие вопросы хочу пожелать попробовать поменять кровь возьмите где-то в другом месте другое инкубационное яйцо вы взяли что-то не то или изначально птица была слабая там родительское стадо было никчемное или это у вас не пушкинская третьего не дано вот поэтому подождите не парите горячку попробуйте поменять эту породу на другую там или цыплят купить или другое инкубационное яйцо купить вы не пожалеете все всем пока до новых встреч